Я хочу, чтобы вы себя почувствовали здесь как дома. Можно так? Конечно, конечно. Гостеприимен Александр Александрович не только в свой день рождения, а всегда. Видимо, поэтому у него так много друзей и поклонников. По-другому и не скажешь. Правда, ровесников среди этих друзей нет. Все гораздо младше. Однако со всеми долгожитель умудряется найти общий язык. Наверное, потому что человек он разносторонний. Бывший спортсмен, бывший инженер. Например, теперь уже я могу сказать писатель и мыслитель. Например, меня посещает бессонница довольно часто. И вместо того, чтобы мучиться, я обдумываю довольно серьезные, так сказать, проблемы. А думает Сан Саныч, так его называют близкие, о многом. О физике, энергии, о вселенной, о равенстве между людьми. Он встает, и если мысль пришла достойная, он садится и начинает печатать. Здесь в столе и фотографии его с очень интересными людьми. Ну, например, вот здесь он с Азизой. Это в прошлый декабрь он летал в Москву по приглашению в передаче «Дело Икс» или «Следствие продолжается». И в одной студии он был с Азизой, которая с удовольствием с ним сфотографировалась. Сфотографироваться с обаятельным Александром Александровичем, пожалуй, мечтали бы многие женщины. Он умеет флиртовать и ухаживать, хотя и не часто влюблялся. По-настоящему я был влюблен два раза только. Один раз в пятом классе в школе. Но я теперь уже анализируя, вижу, что это была не любовь, а ревность. Оказывается, ревность может существовать без любви. А второй раз я влюбился уже, когда девять с лишним лет был женат. Это в военные годы. Это была опасная любовь. О, они говорили, ты что думаешь, что делаешь? Если она пойдет, понимаешь, в портком, тебя немедленно отправят на фронт в штрафную роту. И только мы тебя и видели. А я, тем не менее, не мог сопротивляться. Это была особа, понимаете, типа Тимошенко, косой вокруг головы, с походкой принцессы. В числе друзей 102-летнего жителя Новосибирска Герман Пилипенко, психоаналитик и гипнолог. Александра Александровича уважает и как друга, и как учителя. Дело в том, что у него особое отношение к эмоциям. Он их контролирует, понимает. Он очень веселый человек, не унывающий. И как-то спросили, а откуда вы, почему вы так долго живете, наверное, что-то кушаете. Нет, у него такое неотягощенное мышление. Он очень гибкий, и там нет конфликтности. А это, знаете, когда говорят, будьте как ребенок, ну что имеете в виду? Радуйтесь, восхищайтесь. Конечно же, мы не могли не спросить мудрого и веселого Новосибирца Александра Копторенко о его рецепте долголетия. Думал он недолго и сказал, Мою жизнь затягивают именно для того, чтобы я смог осмыслить, что главным является нематериальность. Главное – жить с удовольствием. Есть, общаться, творить.